Всем привет! Вы на канале правильный выбор. Сегодня мы с вами разберем 6 лучших смартфонов средневысокого ценового сегмента стоимостью до 25 тысяч рублей. В рейтинг попали модели 2018-19 годов с лагманскими характеристиками и интересными фишками. Приобрести понравившуюся модель и узнать цены можно по ссылкам в описании. За лайки буду очень благодарен, а если вы еще и подпишитесь на мой канал, это будет бесценно. Поехали! Первая модель Samsung Galaxy A70. Смартфон с большими возможностями, почти флагман. Глянцевая задняя панель из стеклопластика, небольшой U-образный вырез, градиентные цветовые решения. Galaxy A70 может похвастаться огромным дисплеем в 6,7 дюйма. За счет тонких рамок со всех сторон экран выглядит безграничным. Наряду с матрицей Super AMOLED и высоким разрешением изображение на экране насыщенное. Вы получите массу эмоций от игры или просмотра фильма. Модель имеет продвинутую тройную камеру с искусственным интеллектом, которая делает яркие и четкие снимки в любое время суток. Качество фото сравнимо с профессиональным. Селфи-камера на 32 Мп отлично справляется даже при плохом освещении. Смартфон снабжен новым и самым быстрым процессором Snapdragon 675 с низким энергопотреблением. В сочетании с 6 ГБ оперативной памяти он демонстрирует потрясающую скорость работы, запуская 3D-игры на максимальных настройках. Для любителей иметь много памяти предусмотрено целых 128 ГБ внутренней памяти, которую можно еще и расширить флеш-накопителем. С мощным аккумулятором 4500 мАч вы можете не беспокоиться о зарядке 3-4 дня при обычном режиме пользования, и один день активной работы вам также обеспечен. Есть быстрая зарядка, работает NFC. С такими характеристиками даже минусы сложно выделить, разве что скользкий и маркий корпус и отсутствие влагозащиты. Идем дальше. Xiaomi Mi 9T. Смартфон позиционируется как полуфлагман в своей ценовой категории. Очень интересная модель, которая собрала в себе почти все модные фишки. Задняя поверхность стеклянная с голографическим эффектом, боковая рамка из металла, никаких вырезов нет. Фронтальная камера выдвижная, что делает дисплей почти безрамочным. Очень необычно и стильно смотрятся красные акценты на основной камере, кнопки включения и по бокам фронталки. Что касается дисплея, то тут все на высоком уровне. Огромный суперамолед с высоким разрешением. Изображение яркое и сочное. Тройная камера с основным модулем Sony на 48 мегапикселей и технологии искусственного интеллекта делает качественные детализированные снимки при любых условиях освещения, в том числе ночью. Фронтальная камера поддерживает режим панорамного селфи и режим украшений для создания настроения. Новый энергоэффективный процессор Snapdragon 730 отлично справляется не только с повседневными задачами, но и без проблем запускает тяжелые игры и гонки на максимальных настройках. 6 гигабайт оперативной памяти помогают ему в этом. Вы можете выбрать два варианта внутренней памяти 64 или 128 гигабайт. Но уже расширение за счет флеш-накопителя не предусмотрено. Результаты автономности смартфона впечатляют. Аккумулятор емкостью 4000 мАч с технологией энергосбережения гарантирует полтора дня активной работы и два дня в обычном режиме без подзарядки. Также есть быстрая зарядка. NFC работает. К минусам модели, кроме уже сказанного, отнесу весьма большой вес. Sony Xperia 10 Plus Dual 6.64 ГБ. Самобытная модель. Выделяется внешним видом и экраном. Корпус тонкий и вытянутый. Задняя крышка из матового пластика с металлическим напылением, благодаря чему отпечатки пальцев незаметны. Боковая рамка из металла. Смартфон имеет широкоформатный экран, огромный дисплей в 6,5 дюйма с высоким разрешением без вырезов и с рамками. Отличные цветопередачи и детализации изображения. На таком экране в удовольствие играть и смотреть фильмы. Двойная основная камера с двукратным оптическим зумом делает еще более четкие и детализированные снимки. Селфи-камера также качественно снимает. Восьмиядерный процессор Snapdragon 636 в сочетании с шестью гигабайтами оперативной памяти быстро справляется с любыми задачами, фильмами и играми, позволяет работать одновременно с двумя приложениями в режиме разделенного экрана. Многозадачность для него не проблема. 64 ГБ внутренней памяти можно расширить флеш-накопителем. Аккумулятор 3000 мАч с технологией энергосбережения обеспечит вам один день уверенной работы без подзарядки. Есть быстрая зарядка и NFC. Также, в отличие от Sony Xperia, модель поддерживает уже две сим-карты. Среди недочетов выделю лишь отсутствие влагозащиты. Понравилась модель? Заходите по ссылке ниже и делайте правильный выбор. Следующая модель Xiaomi Mi 9 SE 6 дробь 128 ГБ. Отличный вариант для тех, кто любит компактные телефоны. Благодаря небольшому весу и тонкому корпусу с закругленными краями модель удобна в руке. Стеклянный корпус с голографическим эффектом красиво переливается на свету, но, к сожалению, быстро собирает отпечатки пальцев. Каплевидный вырез спереди. Смартфон оснащен дисплеем Super AMOLED флагманского уровня с высоким разрешением. Есть два новшества – сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, и тройная основная камера для максимально детализированных снимков. Поддерживает технологию искусственного интеллекта. Селфи-камера на 20 Мп с множеством режимов делает идеальные фото. Новый процессор Snapdragon 712 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти шустро справляется со всеми задачами и запускает современные игры на максимальных настройках. 128 ГБ внутренней памяти порадует любителей хранить много музыки и видео на телефоне. Аккумулятор не совсем мощный – 3070 мАч, но показатели хорошие, на полтора дня работы в обычном режиме заряда хватит. Предусмотрена быстрая зарядка. Также к достоинствам смартфона отнесу наличие NFC и двухдиапазонного Wi-Fi. Среди минусов выделю только отсутствие карты памяти. Samsung Galaxy A9 6 Drop 128 ГБ. Интересная модель в плане своих характеристик. По дизайну все довольно просто – стеклянный корпус, боковая рамка из гладкого металла, никаких вырезов спереди нет. Оснащен большим качественным дисплеем Super AMOLED в 6,3 дюйма с умеренным разрешением. Главная фишка Galaxy A9 – четыре основные камеры для максимально реалистичных фото. Помимо основной на 24 Мп с искусственным интеллектом, есть еще широкоформатная камера для большего охвата деталей, телефотографическая с двукратным приближением и портретная для размытия фона. Фронталка на 24 Мп с искусственным интеллектом делает качественные селфи при любом освещении. Galaxy A9 отличается от своих собратьев также и процессором. В нем установлен не как обычно Exynos, а Snapdragon 660 – более производительный и энергоэффективный процессор. Быстро и плавно работает в режиме многозадачности, запуская 3D-игры на высоких настройках. Для хранения фото и видео предусмотрено целых 128 ГБ памяти, которую вы можете расширить с помощью microSD. Аккумулятор емкостью 3800 мАч с технологией энергосбережения подарит вам сутки активной работы без подзарядки и два дня в обычном режиме пользования. Быстрая зарядка также есть, NFC работает, среди минусов выделю лишь марки и скользкий корпус и отсутствие влагозащиты. И последняя модель – Meizu 16. Перед нами мощный флагман, задняя крышка из глянцевого стекла, который создает эффект зеркала, боковая рамка из хромированного металла, рамки минимальные, полезная площадь экрана почти 92%, нет выреза на верхней части экрана. Оснащен Super AMOLED дисплеем с диагональю 6 дюймов и умеренным разрешением, не скажу, что высоким. Но в то же время хорошая цветопередача, прекрасные углы обзора и высокая яркость вам обеспечены. Двойная основная камера с сенсором от Sony в 12 Мп позволяет делать снимки флагманского качества в любых условиях освещения. Meizu 16 считается лидером в своем ценовом сегменте среди ночных фото, сделанных при сильном недостатке света. Фронтальная камера с искусственным интеллектом и встроенным редактором создает отличные, высокодетализированные селфи. Смартфон демонстрирует максимальную производительность благодаря одному из самых мощных процессоров Snapdragon 845. Любые требовательные приложения и самые тяжелые игры запускает быстро и на высоких настройках. 64 ГБ внутренней памяти предусмотрено для хранения файлов. Жаль только, что нет возможности установить карту памяти. Мощным аккумулятором модель похвастаться не может, но один день при умеренном использовании отработает. Для больших нагрузок быстрая зарядка в комплекте, функция энергозабережения работает. Meizu Sixteen также расстраивает отсутствием NFC. На этом я закончу. А какой смартфон до 25 тысяч рублей вы считаете лучшим? Поделитесь своим мнением в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. До следующей встречи. Пока!